Всем привет! И сегодня я расскажу вам об огромном заработке в Еве Онлайн. Конечно, этот заработок не совсем для новичков, хотя часть в этом заработке есть для новичков. Если вы будете работать в паре, то новички тоже смогут зарабатывать, но это если вы будете очень предприимчивыми. В частности, это заработок для тех, кто уже умеет мародера Голем или Варгур. Все это дело подойдет. Варгур подходит идеально, ну и Голем при правильной оснастке тоже подходит. Значит, датки, в которых находятся ключи. В лоусеке есть датки, которые называются защищенное хранилище ключа КБТ. В них есть непись, вы эту непись убиваете и получаете ключ. Ключ может выпасть как 15-й. Сейчас я покажу, как это выглядит. Бывают ключи 15-й, бывают 45-й. Вот, например, вот этот ключ 45-й. То есть на нем написано прям 45. Также есть ключи, которые 15-е. Вот, например, такие. Тут 15 написано. Также каждый ключ, то есть есть 4 вида ключей. Они от разных регионов. И по стоимости они тоже отличаются. Значит, что важно знать. Если вы хотите, значит, фармить определенные ключи, да, то вы должны знать, что они находятся в самых дальних лоусеках. Например, если вы хотите получать ключи там от Пурблайнда и вот этого региона, то вам нужно смотреть не в ближайших лоусеках, не в этих колдарских, да, не тут. А вам нужно будет смотреть в самом дальнем от них регионе. То есть это Дерелик, это Матарский спейс и так далее. То есть в противоположном. То есть по лору они расположены специально далеко, чтобы не каждый мог типа взламывать и так далее. То есть, ну, это такая информация, чтобы вы просто знали. Итак, сколько на этом можно заработать? Давайте так. Фармится аномалька примерно 15 минут, не более. И за эти 15 минут вы получаете как минимум вот такую сумму, да. То есть как минимум миллиард, если вам падает 15-й ключ, и если вам падает 45-й ключ, то примерно 3 миллиарда. Это если вы будете продавать сразу, как видите, их скупают, да. То есть сразу есть контракты на покупку. Также вы можете выставить эти ключи, да, и посмотреть, сколько они могут стоить, да. То есть вы можете выставить чуть дороже, чем все это дело стоит. Ну, там уже по ходу дела разберетесь, да. Вот так люди выставляют. Но будьте аккуратны. Есть мошенники. Когда вот я недавно выставлял ключ, мне предлагали, что я давай у тебя со скидкой чуть-чуть куплю. И было так, что вместо там 3 миллиарда, не помню, какой был ключ. Ну, допустим, был там ключ 1.35, да. И мне говорят, давай я куплю за 1.30. Потом мне его, в общем-то, трейдом кидают. И трейдом кидают 1.30 миллиона. Да, так что будьте, пожалуйста, аккуратны в этом моменте. Сейчас я покажу вам фит, который подходит для ключей. Я покажу вам конкретно варгур. Можете посмотреть его так. Да, естественно, тут есть импланты. В чем особенность? Вы должны понимать, что на этой аномальке вас никто не нейтрит. Поэтому вам, в принципе, не нужны там батарейки. Возможно, вы придете к тому, что МВД вам тоже не нужно будет. Но я... Значит, мы взламываем всегда вдвоем. И в три окна. Да, то есть и одно окно у меня ломает. Одно окно у меня в варгуре прямо как спасательный фрегат. Есть херон с даткой. То есть после того, как я доезжаю на МВД до контейнера, я, в общем-то, выпрыгиваю из варгура, взламываю. Ну, это все достаточно такое сложное. Метод можете использовать просто больше окон, чтобы два окна взламывали, одно проходило там или два проходило внутрь и так далее. То есть разберетесь с этим. По поводу стоимости варгура. Он, конечно, достаточно дорогой. Но тут можно некоторые вещи, в общем-то, удешевить. Для начала вам подойдут и Т-2 гиростабы, да и инвулю тоже можно поставить Т-2. Я сначала летал на Т-2, потом просто, когда появились деньги, уже его удорожал, да, по мере. Так что смотрите сами, что вам подходит больше. Но вот этот вариант точно проходит и в соло, и там в дуо и так далее. То есть этот вариант подходит идеально. Батарейки вы практически не тратите. Естественно, тут кристалл сет должен быть у вас. И, в общем-то, вот так это все дело выглядит. Батарейки практически не тратятся. Но если вас просаживают, то, конечно же, в моменте лучше погреть инвулю и щиточек. И потом можно кушать батарейки, да, если вас там просаживают дальше. Также можете взять с собой стандарт блюпил. Тут синк блюпил, я беру стандарт. И, в принципе, если прям сильно больно, там бывает так, что непись прям наваливает, да, то просто кушайте блюпил, и вам хорошо сразу становится. В общем, этот фит можете взять на заметку, да. Я его прикреплю в описании к видео, и можете его использовать. Давайте уже посмотрим, как проходится эта аномалька. И после этого я расскажу вам еще несколько секретов, ну, скажем так, выводов, к которым я пришел, чтобы проще и безопаснее их проходить. То есть за все время, а вы понимаете, что это лоусеки, да, и варгур как минимум за 3 билла, я еще ни разу не слил варгур. То есть я сделал порядка 20, наверное, да, так, и ни разу не слил, и, в принципе, нормально себя чувствую. Поэтому я вам расскажу некоторые тонкости, но уже там в конце. Сейчас давайте посмотрим на аномальку, чтобы вы потом могли ориентироваться прямо на самой аномальке, что и как делать. Погнали! Итак, по приварпу на аномальку вы видите несколько сентриков, два контейнера и мины. Вот эти кружочки — это мины. Если вы туда попадете, то вам наносится примерно 3000 урона. Астерка у меня сделана так, чтобы не умирать от одной мины, да, и, в общем-то, у нас сейчас есть два окна, да, то есть два варгура и две астерки, которые взламывают. Я сейчас вам расскажу, почему мы используем два варгура, да, а не один, почему это все-таки на дистанции получается выгоднее. Итак, варгуром мы начинаем сразу топить к воротам, да, а стерками, естественно, стапливаемся на датки, да, для того, чтобы начать взламывать. А варгуры у нас либо на МЖД, вы можете сделать два МЖД и попасть в ворота, либо просто едете. Вот видите, я еду пешком, а Пинки, в общем-то, делает все через МЖД. В принципе, через МЖД очень безопасно. Сразу хочу сказать, что на этой аномальке нельзя склочиться, да, то есть клока не работает на ней. Она работает только, если вы уедете примерно на 400 километров. Далее, на ней нельзя прожигать цину, поэтому вас не так-то просто будет поймать, да, подловить на данной аномальке. То есть это тоже очень важный момент, потому что, в принципе, вас поймать достаточно сложно на самой аномальке. И плюс ко всему, как только вы пройдете внутрь, то внутрь пускает только три, то есть могут пройти только три капсулера, да, то есть на любых кораблях. Соответственно, если вы проходите вдвоем, то к вам может зайти только один человек. То есть если даже к вам захочет зайти какой-нибудь голем или варгур, то, естественно, у вас шансы будут очень большие его убить, а не он вас, да, если вы будете делать соло, то, к сожалению, к вам могут зайти два мародера, например, да, которые вас могут наказать. Поэтому мы чаще всего используем, в общем, вдвоем все это делаем для того, чтобы быть, ну, скажем так, в безопасности в относительной. И вот как сейчас вы видите, я нашел выход. Теперь, когда мы нашли выход, мы ждем, когда наше второе окно, да, которое тоже ломает датку в данный момент, ищет выход, да. И когда этот выход будет найден, мы взламываем эту датку. Мы должны ее взломать одновременно. Тут я проверяю, что варгур у меня стоит на воротах, все в порядке. На сэндрике можете внимания не обращать, лучше их вообще оставлять. Они не агрятся по большей части на сканеров, да, они агрятся больше, там, на варгуров. Итак, все, мы взломали одновременно. То есть есть две минуты после того, как все это дело взламывается, для того, чтобы пройти, да. После, значит, того, как вы взломали, есть две минуты, чтобы пройти, и после этого нужно опять взламывать, чтобы пройти. Так что даже если вас кто-то захочет подловить, ему будет сначала нужно взломать опять эти датки и так далее, да. По приварпу здесь вы видите непись. У меня на этой аномальке почему-то подлагивает, но из-за того, что много очень поступает сообщений, да, что вас бьют и так далее. Ну, вот эти все урон, не урон, поэтому может немного лагать. Итак, ваша главная цель, первостепенная, это убить крузаки. Убиваем мы их на баражах, на дальних патронах. Для того, чтобы до них доставать, естественно. Но если они подъедут к вам, в общем-то, близко, то вам будет нанесено очень много урона и будет прям больно, да. Придется кушать батарейки одну за другой. Поэтому в первую очередь мы убиваем крузаков. Ну, сейчас мы пришли к тому, что пинки будет сейчас мждшить прямо сразу в маршалов. То есть вы видите, тут есть маршалы. Маршалы не добавляются, да. Если крузаки и мелочь сейчас будут еще приварпывать, то маршалы, вот сколько их есть, столько и будет до конца. Соответственно, вы просто, если вы вдвоем, то один летит на маршалов, да, мждшит прямо в ноль к ним, из хайлов их расстреливает, а один расстреливает уже крузаков, да. То есть мы делаем таким образом. Вы можете там как угодно. Но если вы делаете соло, то в первую очередь вы убиваете крузаков, потом вы убиваете маршалов, потом вы нажимаете мжд, и вот таким образом начинаете убивать мелочь. К сожалению, мелочь с мартами не убить. То есть если вы смотрели видео Кирилла, когда он записывал видео, где он с мартами убивает мелочь, к сожалению, этого не сделать, потому что мелочь сейчас стала умная, и мелочь крутится где-то в двадцатке от вас. Вы их вообще никак не трекаете на варгуре, и вам прям тяжело убивается мелочь, если вы без мжд. То есть с мжд это, в принципе, нормальная история. С мжд, сейчас вы увидите, я вам покажу, как мы мждшим для того, чтобы убить мелочь. То есть мы мждшим в разные стороны, так, чтобы мелочь эту трекнуть хотя бы чуть-чуть. То есть вы видите, что был приварп, да, еще приварпало несколько крузаков. Их мы тоже убиваем. Если какие-то крузаки к вам близко, то вы даже можете не пробовать их убивать, да, потому что то, что близко, это все не трекается. Можете попробовать на диплитах, но лучше выключить бастион и мждшнуть. Мждшнуть, в этом случае непись поедет на вас, и вам будет нормально ее трекнуть, да, трансверсал сразу будет гораздо меньше. В данном случае мы просто убиваем вот эту всю, вот этих ребят, да, давайте я немного ускорю видео, чтобы все это дело не смотреть. В итоге я просто вырезал часть, где мы бьем вот эту непись, и к самому интересному. Вы можете заметить, что сейчас я выключаю бастион, да, у нас осталась только мелочь. Вы сразу лочите мелочь для того, чтобы она у вас была в локе, да, потому что вы ее долго будете лочить. В этот момент я прожимаю мжд, для того, чтобы непись, которая была на мне, я мог ее тоже трекнуть. Нажимаю мжд, и вот таким вот, значит, хитрым образом мы трекаем мелочь. Вы смотрите трансверсал, лучше выведите себе его сразу, для того, чтобы смотреть трансверсал, и старайтесь лочить всех, и вот у кого меньше всего трансверсал, того вы и стреляете. Так вы убьете мелочь гораздо быстрее. Также вы можете заметить, что на этой аномалии есть центрики, да, есть, значит, сетка башни, и есть обычные башни. И, в принципе, их не обязательно убивать, мы их не убиваем. Но если там они вам как-то мешают доехать или еще что-то, то есть у нас мы, получается, мждшим прямо в контейнер, который появляется после убийства Неписи. Так что, в принципе, тут все. То есть все, что вам остается, это добить мелочь вот такими вот мжд, значит, мувами, да, туда-сюда, мжд. Тут я, опять же, неправильно немного мждшнул, и не совсем попадаю по мелочи. Я жду трансверсал. И, в общем-то, но забегая вперед, я еще раз буду мждшить, да, и вот только таким образом нам удается убить мелочь. Но есть вариант с големом. Големом на круизках, у которого меньше ДПС, но он очень хорошо вырезает мелочь. На круизках ему можно сделать скорость взрыва, и сигнатуру взрыва достаточно маленькую, чтобы он эту мелочь просто выкашивал. Да, то есть у нас, когда я летаю со Стасом, и он на големе, мелочь умирает раньше всех, потому что он ее просто шлепает, и все. Да, то есть тут такой вариант. Ну, смотрите для себя сами, как вам будет удобно. Итак, смотрите, несколько моментов. Пока мы тут добиваем Неписи, вы можете это наблюдать, да, я вам хочу рассказать несколько хитростей, наверное, и моментов, которые стоит знать. Итак, ну, сначала по АЗАМ. Еще раз повторюсь, эти, значит, датки появляются только в лоусеках. Только в лоусеках. Это датка второго уровня. Именно второго, не третьего, не эгида там, и так далее. Только второго, и называется оно сверху, прям вы видите в буках, защищенное хранилище ключа КБТ называется. Далее. По приварпу есть центрики, да, и мины. И туда может пройти сколько угодно людей, да, на приварп. После взлома туда проходит до трех человек в течение двух минут. Через две минуты ворота закрываются, и чтобы к вам еще раз кто-то прошел, нужно опять взламывать, и нужно, и дальше они смогут прокинуть вам, чтобы максимум было три человека в аномальке, да. Так что это имейте в виду. Цину прожечь нельзя. В клоку уйти нельзя. На этой аномальке можно, если вы уедете где-то 400-500 километров от, ну, от всего этого действия. То есть я так пробовал, специально тестировал на Астерке, смог уйти в клоку где-то там 400 плюс километров. Далее. В первую очередь вы убиваете, значит, Крузаков, да, потом Маршалов, и потом убиваете мелочь. Центрики можете не трогать, но если сильно хочется, можете и в них пострелять. На аномальку у меня уходит примерно где-то полторы тысячи баражей, ну, и там хайлов немного, я не часто ими стреляю. Иногда бывает так, что я иду там в Маршалов. Я не стреляю EMP-шками, хотя многие так рекомендуют. Наверное, так правильно, но мне проще баражи, хайлы и все. Значит, далее. Вы можете видеть, что вот мы закончили, кстати, аномальку и появился контейнер. Там, вот, видите, даже сообщение пришло о том, что контейнер появился. И вот сейчас вы можете заметить, что я варпаю на VH. И фишка в том, что мы часто заходим, там, допустим, заходите из Житы или откуда-то и ходите через VH. Если вы будете летать, это главная хитрость, которую я вам хотел рассказать. Если вы будете летать по гейтам, то, к сожалению, вы обречены на потерю этих, значит, своих варгуров, да, и так далее. Вас, естественно, везде будут поджидать. Все всегда хотят убить мародеров. В лоусеке очень много дропателей, которые прожигают цину и так далее. Поэтому учтите, что вам лучше ходить по VH. Насканили себе вход по VH и тогда уже туда пришли. Таким образом, вы обезопасите себя очень сильно. Иначе, ну, по-другому никак. Или же вы живете просто в каком-то лоусеке и там уже собираете эти, там, датки, да. Так что вот такой момент. Далее вы уже ставите, там, на продажу или сразу продаете, как угодно. И, в общем-то, все у вас хорошо. За день можно делать 5-10 таких даток. Прям очень даже, очень даже легко, да. Как вы понимаете, на аномальку уходит порядка 15 минут. Да, конечно, самое главное – это скан. Опять же, самое главное – это поиск самой датки. Да, и они бывают в любых лоусеках. Так что ищите их в лоусеках и будет вам счастье. Если ролик был полезен и вы побежали зарабатывать, ставьте лайк. Если есть что-то дополнить к этому всему, то, конечно же, пишите в комментариях. Мы все вместе их почитаем и узнаем для себя что-то новое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!